Это не первый из ворот до пытания о реализации Державной Чарнобыльской программы. В 2016 ход выполнения этого документа был разледжен на посаджение оборудования НКМ, но, как свеча с вынекой проверки контролючих органов, проблемные пытания застаются всё ровно. В отразведении от попередних программ сучасно накировано в первую очередь на реализацию конкретных проектов, необходимых для забрудженных регионов, разумствами в широком выпадке справа обмеживаются только початковым этапом. У якоси прикроду Ветковский район, где выказали намер, полепшить якось пятной воды и побудовать очищальное сбудование, але всё скончилось, а только проектные документации, якую теперь необходимо перераблять, а это додатковые затраты. Почас посаджения с уместной коллегией огучиваются лишь бы. У 2011 затраты на выработку проекта складли 7 тысяч рублей, теперь для его корректировки необходимо еще 10 тысяч. Более того, при возможности продления срока заключения госстроэкспертизы заказчик, это Гжуб Ветковская, за этим даже не обращался. То есть можно было в 2014 году продлить еще на какое-то время сроки действия этих проектов, но этого сделано не было. Сегодня они, естественно, либо подлежат корректировке, либо необходимо разрабатывать новые проекты на эти объекты. Завышение объема уэкономных работ, замороженные объекты и непогрунтованные выплаты допомог – это только некоторые порушения, допущенные при реализации Державной Чернобыльской программы. Причем факты неметового расходования сродков появляются на разных узровнях, у некоторых школах Хойницкого и Рогачевского районов работники столовых экономили на детячем харчевании. Не соблюдались утвержденные меню, занижались выходы порций, не соблюдались нормы питания учащихся. Что отличается продуктов харчевания, то тут зауваг у вогу лишь мат. По-перше, означается недостатковый контроль за дарами лесу сбоку насильництва, при том, что селита, то есть забруженные грибы, означались она вот у районах, які лечились односночистыми. А про чатаго, есть факты поставок непроверенной продукции сельскохосподарчими предприемствами. До того ж, у некоторых господарках явно не экономить сродки, які выдатковываются для набытя тех же удобрений. Выявлены факты нецелевого расходования бюджетных средств, направляемых на защитные меры в сельском хозяйстве. Это и закупка минеральных удобрений в количестве большем, чем необходимо. Но, со своей стороны, мы отмечаем, что те минеральные удобрения, которые закупаются за счет средств, направляемых на реализацию государственной программы, они зачастую не сохраняются в том качестве, в котором они должны быть. Головная мета суместной коллегии, прокуратуры и комитета державного контроля повышения эффективности державной чарнобырской программы о рейсе размолы и деп в окрестане бюджетных сродков, причем о ведьме значных по миру. В суместном решении, принятом областной прокуратурой и комитетом державного контроля в Гомельской области, некаких важных пунктов. По-перше, особые, виноваты в нерациональном расходовании бюджетных сродков, повинны ликвидовать страты, нанесенные в державе. Узместнается контроль по криминальных справах, узбудженных по вынеках проверки, реализации державной чарнобырской программы. А прощатого, в метах удосконаления законодавства, информация об усих проблемных пытаниях, будя накеревана в Генеральную прокуратуру, а также Гомельский Абровоконкам и областный совет депутатов.